Вот, ещё одна шутка. Ну, я думаю, что это очень уместно спеть по телевидению, потому что сейчас даже телевидение представляет свой экран для диспутов и дискуссий относительно всевозможных чудес, которые якобы вокруг нас существуют. Это и летающие тарелки, которые многие видели, а некоторые в них уже и летали. Это и всякие чудовища, которые обитают там, где им не положено обитать. Это и филиппинские врачи, которые режут без ножа и довольно успешно. Правда, те, которые пользовались их услугами, те уже ничего не говорят, а вот те, которые собираются и надеются, те разговаривают много. И, конечно, Бермудский треугольник. Ну, просто невероятное количество споров. Некоторые даже слышали какое-то радио, которое объявило, что притащили в Одессу уже наше научное судно, и где только два совершенно ничего не могущих объяснить человека, значит, сдвинутых. Ну, в общем, короче говоря, был такой поток информации отовсюду, в основном в виде сплетен, что я решил написать песню, которую я исполняю в спектакле нашего театра, который называется «В поисках себя». Это спектакль-концерт. Играем мы его примерно, ну, там, несколько раз в месяц, ну, скажем, 4-5 раз в месяц в 10 часов вечера вместо, или вместе со спектаклем «Антимиры», который идёт у нас вот уже, по-моему, лет 11-12. Послушайте эту шуточную песню. Дорогая передача, во субботу, чуть не плача, вся канадчика удача к телевизору рвалась. Вместо, чтобы поесть, помыться, уколоться и забыться, вся безумная больница у экрана собралась. Говорил, ломая руки, Краснобай и Баламут, про бессилие науки перед тайною Бермут. Все мозги разбил на части, все извилины заплёл, и канадчиковые власти колют нам второй укол. Уважаемый редактор, может, лучше про реактор, а? Про любимый лунный трактор. Ведь нельзя же ход подряд, то тарелками пугают, дескать, подлые летают, то у вас собаки лают, то у вас руины хворят. Мы кое в чём поднатарели, мы тарелки бьём весь ход, мы на них уже собаку съели, если повар нам не врёт. А медикаментов груды мы в окно, кто не дурак. Вот это жизнь, и вдруг бермуды, вот и раз, нельзя же так. Мы не сделали скандала, нам вождя не доставало, настоящих буйных мало, вот и нету вожаков. Но на происки и бредни, все эти есть у нас и бредни, и не испортят нам обедни злые происки врагов. Это и худые черти пермутят воду во пруду, это всё придумал Черчилль в восемнадцатом году. Мы про взрывы, про пожары сочиняли ноту ТАСС, тут примчались санитары и зафиксировали нас. С тех, кто было особо боек, прикрутили к спинкам коек, бился в пене параноик, как ведьмак на шабаше. Это развяжите полотенце, и на веры изуверции, нам пермутно на сердце, и пермутно на душе. Сорок душ посменно воют, раскалились до вела, во, как сильно беспокоют треугольные дела. Все почти с ума свихнулись, даже кто безумен был, и тогда главврач моргулись, телевизор забредил. Вон он змей в окне маячит, за спиной у штепсель прячет, подал знак кому-то, значит, фельдшер вырвет провода. И нам осталось у колодца и упасть на дно колодца, и там пропасть на дне колодца, как в Бермудах навсегда. А он донтист, надомник Рудик, у его приёмник Рудик. Он его ночами крутит, ловит контрфейрье. Он там был купцом по шмуткам и подвинулся рассудком. А к нам попал вполне не жутком, с растревоженным желудком, ну и с номерочком на ноге. Он прибежал взволнован крайний и сообщением нас потряс, будто наш научный лайнер в треугольнике погряз, скинул топливо, истратив, весь распался на куски. Но двух безумных наших братьев подобрали рыбаки. Те, кто выжил в катаклизме, прибывают в пессимизме. И вчера в стеклянной призме к нам в больницу привезли. И один из них, механик, рассказал, сбежав от нянек, что Бермудский многогранник не закрытый пуп земли. Что там было, как ты спасся, каждый лес и приставал. Но механик только трясся и чина реки стрелял. Он то плакал, то смеялся, то щетинился, как еж. Он над нами издевался. Ну, сумасшедший, что возьмешь? Взвился бывший алкоголик, матершинник и крамольник. Говорит, надо выпить треугольник на троих его. А еж разошелся, так и сыпить. Треугольник будет выпить. Будь он параллелепипий, будь он круг. Пусть безумная идея, не решайте сгоряча. Отвечайте нам скорее через доку главврача. С уважением, дата, подпись. Отвечайте нам, а то, если вы не отзоветесь, мы напишем в спортлото. Вот такая шуточная песня по поводу телевизионных передач и скорее всех этих сплетен и небылиц относительно Бермудского треугольника.